Сребротканная нить Это отдельное слово мы нашли в оставшейся после ухода Бориса Николаевича Абрамова небольшой подборке его стихов. Наряду с его акварелями и записями бесед с учителем обучение живой этики, которые были названы «Грани Агни-йоги» и частично были опубликованы. А теперь мы готовим к изданию полный сборник его стихов, который назвали «Сребротканная нить». О чём же эти стихи? Ярко вырисовываются три основные темы – земная жизнь, надземное существование и путь к высшему миру. Земную жизнь Борис Николаевич называет суетливой и призрачной. Душе человека здесь тесно, на земле душа в тоске томится киштом. Мрачные и тесны пределы земные, дух задыхается в них. Погружение в обыденность тушит свет, дух угошается отравой мутною теней изменчивых земных. Борис Николаевич Абрамов в своих стихах проповедует мудрое философское отношение к жизни земной и ко всей её «привлекательности» в кавычках, к её скоро приходящим радостям. Так и в Евангелии говорится. Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Тягостен мир земной. Ничто земное не привлекает поэта. В своих стихах он устремляется к высшему миру, к свету. Грезится даль беспредельная ясная звёздного света страна. Красок сверкающих сфера прекрасная, родина духа моя. Всё прекрасное в природе и возвышенное состояние человека устремляет к надземному. И мы понимаем, что наша родина не здесь, а в красоте звёздного мира. Душа осознаёт, пишет он, что на земле она в гостях пока, и здесь не может долго оставаться. Что далеко вверху, в прозрачных облаках, там дом её, и с ним нельзя расстаться. Все стихи Бориса Николаевича уводят от земного мира к надземному. Он утверждает, что цель земного существования – это найти путь к красоте высших миров. Он пишет, что для любви, красоты и мечты в этом мире живём мы теперь, чтобы найти, распахнуть и войти в сад прекрасный ведущую дверь. Поэт считает, что препятствия, правильно понятые, не только не мешают, но именно способствуют восхождению. Ярче свет впереди, когда сумрачный тень, каждый камень в пути только к свету ступень. Все наши тягости, беды и испытания пройдут, если мы встретим их достойно, и будем держаться за срепротканную нить, ведущую в глубины мироздания. Борис Николаевич Абрамов даёт напутствие, идущему вверх. Символ ёлочки, зелёной зимой и летом, указывает на равновесие, как на условия продвижения по этому высокому пути. Ёлочка стройная, вечно зелёная, скромным нарядом горда. Лето ли, осень, зима ли суровая, ты неизменна всегда. Ёлочку дальнюю, ёлочку дикую, хочется просто спросить, как равновесие, силу великую, в жизни земной сохранить? Нужно помнить и о сердце, ведь, как утверждает поэт, с беспредельностью нить может лишь сердце хранить. Для жданных путников уже зажжён огонь в высших мирах отчего дома, явленный нам в виде книг учения живой этики, чтобы не сбиться с пути. Именно о них пишет автор. Горят огнями утренних зорниц и освещают путь, как луч в ненастье. И вот долгожданная победа. Преодолев себя в себе, стремится победитель навстречу огненной судьбе, где ждёт его учитель. Одна победа за другой и мысли о победе, но лишь победа над собой нужнее всего на свете. Постоянное устремление к беспредельности, к вечной жизни строит мост духа. Чудесной аркой соткан мост, мост между небом и землёю, нить между миром дальних звёзд и человеческой душою. Стрелу в полёте не согнуть, не заглушить пространство зовы. Чудесный мост – кратчайший путь для восхождения к жизни новой. КОНЕЦ